Михаил Семенович, расскажите о мероприятии, ради которого Вы в этот раз приехали в Иксу, о его целях, назначении и чего Вы пытаетесь добиться? Это мероприятие, ради которого я готов ехать на край света и заключать договоры со всеми, хоть с Богом, хоть с дьяволом. Это мероприятие по как можно быстрейшей, как говорят врачи, цито, срочное лекарство, смене парадигмы школы. Не может в 21 веке, в эпоху интернета, в эпоху тысяч программ телевизионных и радиопрограмм, в эпоху удвоения информации каждые три года, не может школа оставаться школой 50-х годов прошлого века. Не может школа быть школой клипового сознания, когда кусочек математики, потом кусочек физики, потом кусочек литературы, потом кусочек истории, потом кусочек географии. На самом деле речь должна идти не о изъятии великих гуманитарных, скажем, предметов из школы, а наоборот об их концентрации, о придании первостепенного значения. Но что такое история? Это время. Что такое география? Это место. А что наполнение? Культура. Поэтому вот сразу рождается предмет, триединый предмет. Это произошло здесь, это произошло в таких-то временах, это сформировалось в таких-то исторических условиях, и это дало результатами ту великую культуру, которая родилась там, в этом географическом месте, в этом историческом процессе. Вот каким должен быть, на мой взгляд, предмет. А что в результате? Ведь каждая страна, и я это очень хорошо осознаю, цена не тем, как она ела и в каких квартирах она жила, да? Это теперь, сейчас уже не важно, что было в 19 веке. Важно, что страна вложила в копилку мировой цивилизации в области культуры, потому что культура есть абсолютно главный, конечный и основной продукт существования. Что бы мы ни вытворяли в России сегодня, если у нас не будет общества, которые воспринимают великую музыку, великую поэзию, великую литературу, если мы не восстановим тот уникальный ценз русской интеллигенции, который мы создали в 19 веке, если мы не поймем свою историческую роль и миссию, то мы пропащая страна, потому что до сих пор мы так и не сумели создать ни автомобилей нормальных, ни компьютеров, да и не нужно. У нас другая всегда была цель, другая задача. Поэтому я приехал в Иксу, в связи с тем, что меня поддерживает ОМГ участие, в связи с тем, что они готовы пойти навстречу и создать эту школу, я приехал в Иксу для того, чтобы здесь, как бы в небольшом населенном пункте России, в клеточке промышленной, производственной, нелегком социуме, да, создать и попробовать создать новый тип урока, новый тип мышления, дружеское взаимоотношение, актерский, учителей и создание таких комплексных волновых уроков, в которых мы не сможем научить всех, всей географии, всех, всей истории. Да это и не нужно. А создать претендент умения мыслить аналогично, аналогизировать, связывать различные явления воедино. Вот сегодня мы услышали четыре первых таких волновых урока. То есть, как я понимаю, есть четыре группы преподавателей, которые обучаются вот в вашей программе, да? Да, я приезжал уже в Иксу и провел со всеми практически 11 часов с перерывом на обед, с несколькими паузами на кофе, но в принципе считайте, что это чистого времени 9 часов общения. И я увидал, как у ряда учителей загорелись глаза. И я почувствовал, что это возможно. И сегодня я еще раз почувствовал, что это возможно. Тут нужно преодолеть ряд стереотипов, крепатуру, не веря в себя, скажем, отсутствие сценического опыта. Но как только вот сегодня люди начинали понимать, в чем дело, у них загорались глаза, они становились актерскими, замечательными, обаятельными. Тут же начались импровизации, начались улыбки. А школа должна быть радостной. Школа должна быть улыбчивой, школа должна быть актерской, потому что еще Шекспир сказал, да, весь мир, это театр, и все люди, и мужчины, и женщины в нем актеры, и дети, все актеры. Вы же посмотрите, как маленькая девочка только еще начала ходить, и у нее уже ролевая фигура женщины. Смотрите, как маленький мальчик уже играет в воинов, он уже, он еще ничего не понимает, а он уже воин, он уже защитник девочки или родителей, он такой совсем... То есть мы все примеряем себе свои костюмы, свои фигуры, свой пол, свое место в мире. И поэтому школа не может быть в стороне от этого процесса. Школа, на мой взгляд, должна быть комплексной, волновой, театрализованной. Более того, нужно вспомнить великую идею античного мира о том, что ученик — это не сосуд, который нужно наполнить, а это светильник, который нужно зажечь. Задача школы — зажечь, дать претендент мышления, научить мыслить, научить двигаться, аналогизировать, радоваться, удивляться. Кто-то когда-то придумал, что вопрос и момент восприятия знаний должен быть строгим, жестоким, напряженным, трагичным. Экзамены, перед ними нужно нервничать, а не творчески радоваться. Перед каждым уроком нужно нервничать за оценку, а не идти на урок как на счастье, на радость. Экзамены должны быть тестированием, вот все кроме точных наук, а точных особый разговор, да, о математике, о физике, да. Но это специальная группа людей, которые по природе математики, физики, потом их будут выделять, давать специальную математику, специальную физику. Но каждого человека нужно сейчас сформировать как гуманитарную личность, потому что мы теряем гуманитарность, гуманизм, мы теряем культуру лихорадочно. Понимаете, мы не можем создать индустриальное и постиндустриальное общество на этой попсятине, на этих дискотеках, на этом поголовном телевизионном голодоморе духовном. Ну, как я понимаю, эти группы, они самостоятельно готовили какие-то конкретные уроки, то есть по дании, по воде, наверное, будут готовить. Какова ваша роль в этом мероприятии, как консультанта? Моя роль быть провокатором, режиссером, актером, вдохновителем. Моя роль быть как дьявол-искусителем, вот, влюбить в предмет, в идею. Моя роль парадокса. Роль катализатора. Катализатора, безусловно. Потому что я вижу эти уроки. Понимаете, практически мне пришлось, вот жизнь так заставила, создать самому мои концерты, в принципе, это и есть тоже комплексные волновые уроки, но только я один это делаю. А я хочу, чтобы вот эти обязанности, в другом случае, разделились между тремя, четырьмя, пятью педагогами. Вы себе не представляете, как я радовался, когда вот я последний раз был в ИКСе перед этим, да, и когда уже осталась группа, инициативная группа учителей, которые уже поняли, готовы и согласны, остальных мы отпустили, да, домой, пока, до поры до времени, наверное, а может быть, навсегда, как они стали ходить прям как на ярмарке и говорить, так, мне нужен учитель рисования, учитель биологии, учитель истории, музыкант, вот это то, чего я хочу, понимаете? Потом второй момент. Учителю хватит ходить в одиночку по классам и разбирать все беды всех семей, все, что уже успели натворить, все, что уже успели изуродовать через телеэкраны, через масс-медийные системы. Учителю бедному одному, вот, как мне пишет одна замечательная, учительница музыки Марина Осетрова из Сибири, она пишет, что моя страна все время всеми программами убивает моих детей, рассказывает, как убивать, как грабить, как сжечь, как унижать, как уничтожать, а у Марины Осетровой есть всего один урок в неделю, один час, и в течение этого урока я должна объяснить моим детям, что там дяди в Москве неправы, что есть высшие ценности, что есть прекрасная музыка, прекрасная литература, и у меня всего один час. Я иногда чувствую себя совершенно бессильный перед этой гигантской попсовой машиной по уничтожению человеческого духа, но иногда мне кажется, что мне что-то удается. Она, правда, пишет и благодаря моим фильмам, она использует информацию, идущую через мои радиопрограммы, и Серебряного дождя, и Орфея, и по книгам моим, то есть она во всеоружии. Вот эти учителя, которые будут обучаться по этим программам, планируется ли то, что они в дальнейшем будут передавать опыт другим учителям, а те, в свою очередь, другим учителям? Я думаю, что когда другие учителя увидят такие уроки, хорошие уроки, они по-хорошему позавидуют и скажут, а мы? А почему теперь нас оставили? Это же так интересно, когда три учителя в красе, и они друг с другом перемигиваются, улыбаются, перебивают, шутят, передвигаются совершенно по-другому. Учитель не устает, потому что когда три, четыре, пять учителей, а группа должна быть не такая маленькая, да, в идеале, то есть хорошо бы иметь школьный небольшой зал сразу на два девятых класса, понимаете, на два десятых, а то и девятые, десятые, понимаете. То есть школа должна постепенно приготовиться к тому, что вот в этом виде, в каком она существовала, она уже существовать почти не может. Да, есть отдельные талантливые учителя, отдельные директора, отдельные школы, но они не делают погоды в стране, в которой в большинстве школ что-то, может быть, не до конца, слава богу, я верю, не до конца, похожи на этот фильм, как ее, Гая Герника, или как ее зовут? Ну, который создал фильм, сериал «Школа». Как ее зовут-то? Герника. А? Герника, правильно сказать? Герника, да? Герника, вот, понимаете, какая-то, какое-то опоенная, какой-то наркотой чем-то, какой-то водкой, и такая, знаете, субъективность ужаса и кошмара. Когда-то, в советские годы, еще вышел фильм «Чучело». И я тогда сказал во всех своих выступлениях, со всех сцен, которые мне были доступны, я сказал, люди, этот фильм – это предупреждение, этот класс – это модель будущего общества. Всего лишь через 20 лет это общество и будет в России. Тогда было в Советском Союзе. Если срочно не принять мер, вот этот ужас, вот это засилие охлоса, уничтожение демоса, уничтожение того, кто мыслит, кто не похож, того, у кого лица не общее выражение, это же будет катастрофа. Я понимаю, все, нужно добывать газ и нефть, другого выхода нет, потому что нет интеллектуальной базы для духовного развития страны. Но на те деньги, которые выручают от газа и нефти, часть из этих денег должна немедленно пойти на строительство экологии человека. Знаете, мы так тщательно следим за своими компьютерами, чтобы туда вирусы не попали. Мы готовы платить за Касперского 1, 2, за усовершенствованные программы, да? А голову мы свою не бережем, включил телевизор, и сразу 5 вирусов и 3 троянских программы за 3 минуты. Идешь, не знаешь, от чего у тебя болит голова, а от вирусов, от троянских программ, которые залетели в твою голову. Дурашка ты, не включай хотя бы некоторое время. Хочешь отдохнуть? Хочешь почувствовать себя человеком? Почитай хорошие стихи. Поговори с приятным человеком. Но в конце концов погуляй по улице, посмотри, как почки распускаются на деревья. Выключи это все. Сядь со своими близкими за круглый стол. Когда-то был круглый стол, да? Теперь он вытянулся перед телевизором опять же, да? И подумай о чем-то вечном. Ты ведь не только тело. Ты же еще дух, душа. Душа ведь хереет и умирает в теле, если она не получает пищи, духовной пищи. Вот что самое опасное. Говоря о реформе, точнее о реформировании образования нынешнего, как вы относитесь к реформе, которая была сделана государством? Ой, это такой риторический вопрос, я никак не отношусь. Я просто считаю, что, ну извините за резкость, да? Это сделали люди, во-первых, не хочу такое слово говорить, преступная реформа, да? Преступная идея. Я хочу просто сказать о том, что эти люди, они ведь откуда? Они из самых темных закоулков старой советской школы. Вот они-то и получили возможность реформировать школу. Я помню, я был, выступал в одном из методических центров России. Вы знаете, более тяжелой публики я в своей жизни не видал. Они, во-первых, не способны ничего воспринимать, а во-вторых, один из дядек, которого я не хочу называть его имя, и вообще сказали, что этот наш главный методист, доктор там и всего прочего, вот он вообще не пошел на мое выступление трехчасовое, он ходил по коридору туда и сюда, туда и сюда. Я когда выходил, когда давал музыку там или что-то такое, выходил покурить, и вдруг вижу, он туда ходит час, прошел полтора-два. А потом вдруг выяснилось, что это единственный у них доктор, понимаете, который вот как раз один из главных методистов России. А знаете, почему он ждал, оказывается? У нас после этого был банкет. И он сел за этот же стол, только с другой стороны, быстренько все поел, сказал, ну, до свидания всем, и ушел. Это он три часа ждал банкета. Друзья, ну, уже до такого убожества все это дошло. Я специально не называю ни места, ни имени, потому что это ведь типично, это могло быть в любом городе страны. Понимаете? И вот этим людям доверена реформа образования. Как? Как они могут реформировать? Что они могут реформировать? На этом уровне. Ну, расскажите о своих впечатлениях о работе, проделанной вот на этом этапе сегодняшнего конкурса, сегодняшней программы. Каковы? Да, довольны ли вы работой? И какие планы вообще? Надеюсь, что в конце концов получится такие идеальные группы, которые впоследствии могут преподавать, учить и нести доброе вечное? У меня двойственное впечатление. Первое, я еще раз осознал, как это нелегко. Я понимаю, что впереди большая работа. А с другой стороны, радостное ощущение. Я осознал, что это возможно, потому что у нас на глазах происходило преображение. Вот, понимаете, есть понятие преображения Господней, да? Вот это преображение, оно в принципе осуществимо. Вот я не раз наблюдал такие вещи. Идет женщина, как-то у нее судьба не сложилась, несчастная, да? Вот встретил, прочел ей стихи, и вдруг смотришь, расцвела за 10 минут. Ей не читали стихов давно, вот она и захерела. И прочли стихи, и она расцвела. То есть, это возможный процесс за 10-15 минут. Даже, если это возможно, то представьте себе, что возможно, по большому счету, если заниматься этим серьезно. Если заниматься этим глубоко, если упрямо, несмотря на все трудности, идти вперед. Вот у меня был такой интересный разговор с женщиной, которая зафрано называется, как-то, да? Зафрано должность, да? Она полностью... Да, управление образованием. Она моя поклонница, она слушает мои программы. И вот, тем не менее, она подошла ко мне с таким вопросом. Михаил Семенович, они, вот если будут ваши комплексные уроки, они ведь разрушат порядок и рекомендации управления образованием. Например, сверху нам спускают, что вот в седьмом классе, например, я уже не помню точно, в каком классе, по литературе нужно изучать Некрасова, а по истории в это же время, скажем, Францию конца 18-го, начала 19-го века. Вот, скажите, а как можно ли это совместить? Я говорю, еще как можно. На каком языке Александр Сергеевич Пушкин писал свои письма о любви? На французском. А Николай Алексеевич Некрасов на русском. Что произошло во Франции между Пушкиным и Некрасовым? Вот вам, пожалуйста, комплексный урок. Пушкин, Некрасов и Франция. На самом деле, это серьезно, это глубоко. Мы копаем глубоко. Вот вам урок про Некрасова, потому что будем читать его стихи. Но будем вспоминать и Пушкина, и будем выяснять, почему в Евгении Онегине про Татьяну написано, что Татьяна могла по-русски плохо изъясняться, а в другом месте Татьяна русская душой. Что это, шутка или нет? Можно ли быть русским душой и плохо уметь изъясняться к 18-16 годам на русском языке? Потому что учили по-французски, даже в деревне, понимаете, в деревне учили по-французски. Потому что, как еще смеялись, русские дворяне говорили, Господи, какая странность, у них во Франции даже пастух простой, и тот говорит по-французски, вот какая высокая культура во Франции. Понимаете, и вот понять, чем же насолила Франция и Россия? Какие процессы произошли в ней? Что такое французская революция, буржуазная революция? Где там парижская коммуна? А как это повлияло на Россию? Почему Россия сначала заговорила на французском языке, не признавая своего родного русского? Почему она не признавала русских специалистов, а потом вдруг начала признавать? Почему она испугалась Наполеона? Почему часть дворян пошла к нему на поклон, считая, что Наполеон должен захватить на самом деле Россию, чтобы демократизировать ее? А почему Бетховен, написавший симфонию, посвященную Наполеону, вдруг порвал, титул английский написал, героическое? То есть, видите, как мы сразу, видите, я даю сейчас опять идею комплексного урока, взаимоотношения с Францией, Францией в мире, Францией Бетховен, Францией героическое, Францией Пушкин, Францией Некрасов, Францией и декабристы. То есть, перед нами комплексный урок длиной в неделю, Франция и Россия называется. А закончить его можно вообще русскими сезонами в Париже, начало 20 века, когда Шагал приезжает из Витебска в Париж и говорил, Париж, ты мой большой Витебск, Витебск, ты мой маленький Париж. Значит, опять контакты начались. И художники начала 20 века так почувствовали импрессионистов, Франба, Франции. То есть, видите, море деятельностей. И вот что получается, что мы получаем целую концепцию от Некрасова через Францию до импрессионистов и до русских сезонов Парижа. Неужели вы считаете, что такое образование, которое получит за неделю наш 16-17-летний подросток, хуже, чем учитель истории, который будет рассказывать про Францию 18 века. Другой учитель будет рассказывать про поэзию Некрасовы. Опять в очередной Алиру посетил народу моему. А народ уже такое изъезженное слово, что у старшеклассников тут же отражение будет. Понимаете? И так далее, и так далее, и так далее. То есть, совсем другая школа. И мы должны учить детей. Не узнать всё обо всём, да? А мыслить. Можно попросить два слова сказать о благотворительном фонде? Есть ли у вас опыт работы с благотворительными фондами? А второй, вот это благотворительный фонд, многое от магазинцев, тяжеловольным детям, оборудование покупают местные. Вы знаете, фонд участия меня просто потрясает, потому что они действительно подлинные благотворители. И то, что они делают, это очень серьёзно. Но вот интересный момент, к которому мы пришли, когда вдруг представители фонда сказали одну очень важную вещь. Да, вот сколько бы мы не делали отдельных вливаний деткам шоколадки, игрушки, это всё важно и хорошо. Но вот сейчас мы занимаемся делом серьёзным, очень важным, очень государственным. Мы пытаемся сделать так, чтобы у всех деток были те, кто им покупают шоколадки, и покупают игрушки. И мы пытаемся сделать так, чтобы даже врачи, которые будут лечить детей с тяжёлыми заболеваниями, были другими. А когда врачи другие, люди этические, эстетические, когда знают, что делать, то уже всё легче, всё проще. Потому что большинство бед и проблем всё равно идут от одного и того же недостатка. Отсутствие духовности, культуры, понимания приоритета культуры и духа над всеми остальными формами бытия. Поэтому я считаю, что вот сейчас фонд ОМК «Участие» делает очень важное дело. И я поэтому бросаю всё, мчусь сюда, хотя у меня, знаете, обязательства перед некоторыми странами, но я сейчас во всех этих странах всё больше и больше говорю, у вас всё более или менее ничего, вы выжизнете. У меня вот моя страна, там у меня проблемы, там нужен я с моими знаниями, мыслями, парадоксами, идеями. Поэтому я готов приехать в который раз и сколько угодно сюда и попытаться всей стране, а может быть не только стране, показать, какую можно создать школу. Конечно, проще бы это делать в Москве, там столько, такое огромное количество людей, можно выявить тут же несколько креативных педагогов, которые тут же подхватят, поймут. А вот попробовать сделать это в небольшом месте, где выбирать не так много, мало школ, мало учителей, мало населения, да, вот выбрать, и я вижу, что это возможно, понимаете, это возможно, это будет, это пойдёт, потому что ведь тут, мы ведь работаем не только над самим уроком, приходится работать над актёрской речью, над произношением, над психологией, над поведением, поведенческие моменты, сценическая речь, сценическое движение, инсценировка, режиссура, то есть на самом деле это требует очень хитрого, очень трудного подхода. И вот я вижу, как уже в первый же раз у нас на глазах получается вот то, о чём я сказал, преображение. А можно, я не могу сказать? Вот вас называют настройщиком души человека, а можно вообще настроить человека, который же сформировался взрослый, со своими планками, так скажем, жизненным? Возможно, или? Возможно. И вот в чём дело, смотрите, есть радиоприёмники, они покрыты где-то там пылью, старый приёмник, да, паутины. Вот открыть механизм, почистить, заменить какое-то колёсико, посмотреть, и вдруг глядишь, старый радиоприёмник заговорил своим великим голосом, который он когда-то говорил. То есть вот человек сформировавшийся, да, уже забуревший, запаутинивший, запылённый, да, и вдруг... У меня в жизни было очень много таких ситуаций. Одну из них могу, одну из них могу рассказать. Я стал приезжать в такой, когда-то ещё в советские годы, украинский город Черкассы, и проводить там цикл. Я приезжал 4 раза в год и давал 5 вечеров с Михаилом Казиньком, 5 вечеров подряд, по два потока. Стояли люди в ночных очередях в моих 17 городах бывшего Советского Союза. И вот много я получал, писем, благодарности, признаний, в любви, в потрясении. И вдруг я получаю конверт толстый-толстый, открываю его. Это было году в 81-м примерно. Там стихи. Читаю. Замечательные стихи. И письмо приложено. Читаю. Я всю жизнь проработал почтовым работником. Я никогда не читал и не писал стихов. Я работал. Я жил обычной жизнью. Я попал на ваш концерт, и меня захватило. Я понял, что если бы я раньше попал на ваш концерт, когда мне было 18 или 20, или на такое, я бы очень многое понял. Но я и сейчас многое понял. Я стал лихорадочно читать поэзи, слушать музыку. И вот мои первые стихи. Я читаю стихи великолепные. Он прожил еще всего лишь, к сожалению, только 5 лет. И все эти 5 лет писал замечательные стихи. Страна лишилась поэта, потому что не было у него шанса. Бывает много людей. Я думаю, какое количество людей, которые так никогда и не раскроются, не узнают, не почувствуют, что есть еще один параллельный мир, не войдут в него. Поэтому вот если в 60 лет это возможно. Понимаете, я выступал в тюрьмах у закренелых преступников и видел реакцию. Когда ко мне подходит человек, к которому сидеть, сидеть и сидеть, и говорит, ежели бы я тебя услышал, когда я был молодой, дурной, может и не был бы я сейчас в тюрьме на таком заключении, потому как ты такое дело говоришь. Понимаете, и огромное количество, мне очень больно, что я не могу, что я, например, говорю, прошу телевидение, дайте мне 10 минут прайм тайма, дайте мне только 10 минут в течение года, каждый день, перед программой время, после программой время, когда угодно, дайте мне 10 минут. Но они ведь не хотят. Ведь если бы 10 минут, только. Это как бы такая духовная гимнастика. Гимнастика. Вы знаете, если рассуждать параноидально, то они не хотят сознательно, потому что они хотят создать винтики механизма работников газовой трубы. А если рассуждать не параноидально, то я думаю, что, к сожалению, среди тех людей, которым дано право решать, очень немного по-настоящему образованных людей, то есть представителей русской интеллигенции, как они были, вот таких людей, которые были поталантливы, листьевы, например, или меня, их убили. Понимаете? А те, кого не убивают, не за что убивать, они не представляют опасности для общества. Понимаете? Я помню, когда-то даже меня, и то, как бы, еще не распиаренного, неизвестного, и то я шел в гостиницу после концерта в одном городе, темно было, снег, и вдруг грузовик, который стоял с затемненными фарами полностью, вдруг одновременно включил свет все моторы и бросился на меня. Я каким-то чудом поскользнулся на снегу, кувыркнулся, у меня еще скрипка была, сверху скрипку, и он проехал, коснувшись меня легко, и сорвался, и с огромной скоростью умчался в темноту. Я полагаю, что даже, ну, это было связано, не хочу сейчас залезать во все это с этим городом, с губернатором, я осмелился со сцены сказать, что у вас тут все очень неправильно, и я могу уже совершенно четко сказать, в чем дело, и что, и какие нарушения, и прав человека, и все. В одном из городов, я не буду назвать ни города, ни губернатора, тем более, этого губернатора уже нет. Среди живых он попал в автомобильную катастрофу. Судьба. Да, 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 он ехал с большими деньгами, оказались во время, когда, значит, его вытаскивали из машины и препарировали, там у него оказалось несколько миллионов долларов на мелкие расходы у этого губернатора, но это у любого из них, если залезть к ним в карман. Вот, но дело даже не в этом, дело даже не в губернаторах, и не в политике. Я просто считаю, что есть два параллельных мира, один – это мир тела, в котором мы никогда не добьёмся ничего. Даже если заработаем много денег и купим большой новорусский дом, то часть людей там готовы повеситься, потому что, например, когда меня приглашают в дома новых русских, и там вот этот мрамор, греющиеся полы, эти бассейны на первых этажах, какие-то лестницы, светильники, каждый из которых стоит годовой доход шведа. Вот, знаете, какие мысли меня там посещают? Мысли о смерти, о бессмысленности, о пустоте. Мне плохо-плохо. Я стараюсь выйти на свежий воздух. Они принимают, так уважают, всё. Но я хочу на свежий воздух. Почему? Я представляю себя, который стремился всю жизнь к чему-то, да? И вот представьте себе, что вдруг у меня вот такой дом, а мне столько-то лет, и сколько бы мне ни было, сколько бы я не прожил, сколько бы меня осталось? Пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять, не больше. Понимаете? Я вдруг понимаю, всё тщета, всё суета. Единственное, что во мне есть, на самом деле, это то, что я накопил в себе поэтически, духовно, музыкантски, нравственно, в своей жизни стихами, друзьями, залами, поклонниками, слушателями, своей скрипкой, роялем, органом, мыслью. Это всё, что у меня есть, да? И когда я уйду, через пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять лет, это же обязательно произойдёт, да? Это не значит, что я зову смерть, как Шекспир зову я смерть, а в том, что я оставлю уже свои книги, которые написаны, издаются одна с другим тиражами, да? Я оставлю фильмы, 64 фильма, я оставлю вот эти бесконечные программы «Серебряного дождя» и «Орфея», и потом, когда уже меня не будет, я очень хорошо знаю, что потом...